МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, здравствуйте вам между рельсами, дорогие одесситы и все остальные хорошие люди. С вами я, Женя Гринкевич, и программа «Где идем?». Мы продолжаем изучать канатную, но сегодняшним выпуском я завершаю делать общий обзор этой улицы. У нас было 5 серий, сегодня серия 6-я. Нам с вами нужно много силы и хорошего настроения для того, чтобы пройти этот нестандартный участок. От улицы Пироговской до Семинарской вроде как еще обычный городской квартал, а далее я даже не знаю, как назвать, потому что очень нестандартный будет этот квартал. Но и улица сама весьма необычная, и завершать будем, соответственно, необычно. Вы готовы? Ну тогда добро пожаловать в последняя 6-я серия канатной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы на перекрестке с Пироговской улицей. По правой стороне стоит красивое здание доходного дома господина Новинского. Ему же принадлежал и весь следующий участок под 90-м номером. Архитектором здесь выступал Константин Попов. А сам дом построен в 1890-х годах. На противоположном углу стоит здание специализированной школы номер 59 Олимпийского резерва. Первоначально здание на этом месте появляется в начале 1910-х годов. Было двухэтажным и принадлежало господину Маркову. С 1915 года тут уже женская гимназия госпожи Каминской. В 1820-е архитектор Минкус и Кундерт строят современное здание школы, которое после войны приобретает нынешний облик. В 1938 году это уже школа номер 115. Ну а с 1 сентября 1949 года здесь средняя школа номер 59. А еще любопытно, что с 1944 по 1976 годы тут одновременно располагался вечерний университет марксизма-ленинизма при партийном обкоме. Следом под номером 91 стоит симпатичное здание конца 19-го века постройки. Значится как доходный дом Моисея Штейнгауза. На четной стороне под 92 номером расположился неброский небольшой домик, в котором в советские времена располагался Одесский филиал научно-исследовательского института гигиены водного транспорта Минздрава СССР. Ну и сегодня он тоже здесь. До этого тут стоял небольшой жилой дом Сигизмунда Карловича Фриессе. За ним под 94 номером остатки частного особняка Владимира Осиповича Гнаинского. Такие же остатки только чуть дальше доходного дома семейства Свистуновых, прибывающие здесь с конца 19-го столетия. Под 93 номером стоит красивый одноэтажный жилой особняк госпожи Сербуловой. А далее до угла Семинарской стоит большой жилой дом 1960-х годов. Долгое время на первом этаже размещался детский сад номер 53, а с 2015 года его место заняла комплексная детская юношеская спортивная школа по шашкам и шахматам. На противоположном углу с конца 19-го столетия стоял трехэтажный дом Ольги Андреевны Козловской. В 1970-х построили здесь вот такую 16-этажку, в которой проживали ранее студенты Одесского сельскохозяйственного института. Сегодня это также общежитие, только номер 5 Одесского государственного аграрного университета. А перейдя через улицу на отчетном углу, вы увидите дом 1929-го года строительства. Это здание называется «Водник», а за ним стоит еще три подобных здания под названием «Моряк». И все это под номером 100. Второй и третий корпуса строились в 1935-1936 годах, четвертый корпус чуть позже. Вот на всем этом огромном участке ранее располагался арестный дом. Это что-то по типу тюрьмы, но только принадлежал военным. Саперные казармы и прочая инфраструктура необходима для военных нужд. Под 99-м номером на Канатной располагается прекрасное старинное здание 1902-го года строительства. Сегодня это аграрный университет, а вот раньше это была духовная семинария. Проектировал комплекс гражданский инженер Евгений Морозов. Постройку здания семинария взял на себя Санкт-Петербургский купец первой гильдии Ажинский. Производителем работ по проекту был епархиальный архитектор Лев Прокопович. Главное здание семинарии по своим обширным размерам, площадь которого составляла 1920 квадратных метров, поражало одесситов своей архитектурной красотой и довольно роскошной отделкой, как внутри, так и снаружи. Наша семинария была второй в Российской империи после Тульской, где было устроено электрическое освещение. На этой же территории была построена семинарская больница и пансион для 350 юношей-семинаристов. 31 августа 1903 года произошло освещение храма во имя первозванного апостола Андрея, располагавшегося внутри семинарии на втором этаже. С 1913 года в здании также размещалось епархиальное Свято-Андреевское братство имени Святого Андрея Первозванного, основанное еще в 1880 году. В феврале 1923 в здание семинарии перевели Одесский сельскохозяйственный институт. Сама же семинария с 1938 года размещалась в доме на углу улицы Жуковского и Александровского проспекта. Потом перемещается в помещение Свято-Пантелеймоновского мужского монастыря на улицу Пантелеймоновскую. А в середине 1950-х годов в храме Андрея Первозванного располагался клуб культуры. В 60-х годах в нем размещена библиотека, но с 2006 года вновь здесь действует святая энергия храма. А перейдя через переулок Матросова, сразу на углу слева вы увидите остатки старинного дома конца XIX века, который значился как дом священника Николаевской церкви в Ботаническом саду. Дело в том, что уже начиная от Семинарской, далее вдоль Канатной и вплоть до нынешнего проспекта Гагарина по нечетной стороне проходила граница территории городского ботанического сада. А уже там, помимо деревьев, кустов да оранжерей, находились и другие, не имевшие отношения к ботанике, здания. Например, Николаевская ботаническая церковь, а при ней вот дом священника. Церковь стояла на месте нынешнего жилого дома номер 101А, чуть-чуть в глубине. Построена она была в псевдорусском стиле в 1887 году архитектором Александром Бернардаце. А в 1896 архитектором Львом Прокоповичем производилась реконструкция и сооружение колокольни. Конкретно деньги на сие богоугодное дело выделили одесский купец Мануил Андреевич Трушевский и его супруга уже на момент расширения храма вдова Екатерина Иоанновна Трушевская. Вот как раз в глубине этого участка за моей спиной и стояла эта большущая церковь. Была она трехпрестольная. Главный престол был освящен в честь святого Николая, правый в честь святого Мануила и левый в честь святой Екатерины. Прихожане были все исключительно русские. И также при этой церкви располагались три народных городских училища, один детский приют и приют для бедных духовников. Сегодня вся эта территория застроена домами с начала 60-х и до середины 70-х годов. Все они были жилые и остаются жилыми по сей день. Напротив, вы можете увидеть под 102-м номером уцелевшие остатки бывшей саперной казармы. Здание построено в конце 19 века и перестроено в 1940-х – начале 50-х годов. Кстати, именно из-за комплекса саперных казарм нынешняя улица Семинарская, квартал ее от Канатной до Среднефонтанской, назывался первоначально саперным. В данном здании с начала 20 века располагался 14-й стрелковый генерал-фельдмаршал Агурко, полк. Но после того, как случилась советская власть, все это, конечно, национализировали. В глубине участка за этим зданием стояла первая гостабачная фабрика. Здесь хотели тоже все поперестраивать, но не получилось. Уже такой вид здания приобрели и советскую символику после войны. Еще любопытно, что на плане 1931 года вот это все помечено как студенческие общежития, хотя никаких общежитий студенческих здесь не было. Есть любопытный факт такой, что военные объекты на различных картах и планах для пущей секретности всегда помечаются общежитиями. Но это вот, тем не менее, были казармы. Топаем дальше. Вплоть до советских времен слева и справа территория особо не застраивалась. И тут по-прежнему располагались сады, огороды и дачи-предместья. Однако ныне сразу за бывшими саперными казармами стоит огромный комплекс зданий Национальной Академии Пищевых Технологий, появившийся здесь с 1931 года. О нем я подробно рассказывал в отдельном выпуске. Ищите в интернете. По левой стороне особенно ничего не стоит и по сей день, только проходит трамвайная линия, которая тут была еще сто с лишним лет назад, когда и трамвая-то не было, а бегал паровичок. Вот мы с вами дошли до 122 номера. Здесь у нас строится новая современная жилая высотка. Будет называться «Мандарин». Раньше весь этот большой участок занимало несколько строений. За моей спиной, вот по правому углу, стоял двухэтажный особняк, которым владели Герман Зур и Герман Кайзер. Зур с супругой проживал здесь же, а Кайзер проживал на пересечении Большой Арнаутской и нынешней улицы Черновола, там же, где и находилась мебельная фабрика этих двух немецких предпринимателей. Ну а вот левый угол этого участка и далее в глубину тянулся завод земледельческих машин господина Шеля, который был основан и построен здесь аж с 1885 года. Уже в советские времена на базе того завода был построен шарикоподшипниковый завод, который, если я не ошибаюсь, еще 15-20 лет назад даже функционировал. Но очень скоро здесь будут жить в светлых, комфортных квартирах новые одесситы. Топаем дальше. Под 118 номером в глубине участка вы можете увидеть вот такое интересное здание, которое является общежитием номер один Академии пищевых технологий. Также тут располагается котельная. Здание построено в 1933 году, а полукруглый корпус пристроен чуть позже. Ранее на этом месте располагалась мельница. Далее на месте спорткомплекса «Технолог» Одесской национальной академии пищевых технологий ранее находились корпуса и конюшенные сараи в фабрике английского бисквита Фридриха Дурьяна. Паровая пекарня этого человека была старейшей в Одессе. Существовала с 1833 года на нечетном углу Херсонской, ныне Пастера, и Преображенской. А его бисквиты, изготовленные вот на этой территории, с удовольствием поедались не только в Одессе, но и разъезжались в самые отдаленные уголки империи. Причем любопытно, что главное здание завода отчасти сохранилось и по сей день. Продукция Дурьяна была удостоена золотых медалей. А фабрика его была, именно бисквитная, основана и построена в 1885 году. На этом месте конкретно здание строилось в начале 20-го столетия. Здесь трудилось 25 человек, а годовой оборот фирмы составлял 45 тысяч рублей. С 1924 года это была государственная бисквитная фабрика Одесского губернского треста пищевой промышленности. Директор товарищ Питерский. Ну и надо, конечно, обязательно сказать, что примыкающий к этой фабрике переулок получил свое историческое название «Бисквитный», но до этого он назывался «Приютский». Под 130-м номером сохранилось вот такое симпатичное здание. Сегодня это обычный жилой дом, а первоначально с 1893 года. Это приют, или, как тогда говорили, «убежище общества покровительства от бывшим наказания и бесприютным» строил архитектор Адольф Шейнс. Здесь временно выдавались комнаты и прочая минимальная помощь тем, кто, отсидев в нашей тюрьме на Большефонтанской дороге, нуждался в некоторой реабилитации. С 1913-го тут призревались бесприютные дети. Перейдя через Бисквитный переулок, видим еще одно, но более симпатичное здание. Сие с 1900-го года и вплоть до революции являлось домом когановских дешевых квартир. Но он не единственный здесь. Еще один корпус сохранился и стоит напротив, но почему-то облаченный в зеленую штукатурку. Ну, а что касается этого комплекса, нужно сказать следующее. Был такой очень богатый купец овсей Коган, он мануфактурный, который завещал свои капиталы, свое недвижимое имущество для жилья бедных одесситов, которые столько платили, сколько могли в этих жиледомах или же вовсе жили бесплатно. В народе они назывались Коганки. Конечно, о них можно рассказать очень много всего интересного, но это не приоритет сегодняшней программы. А любопытное здесь вот что было. Смотрите, сегодня канатная продолжается, дальше переходит плавно в Сигетскую, но она когда-то в начале 20-го века здесь заканчивалась. Все, дальше улицы не было, а заканчивалась она очень интересная. Это был двор, обычный жилой двор. Вот здесь проходила ограда каменная, здесь прямо посередине дороги были ворота, и вот эта вся территория, где сейчас проезжают машины, это был обычный жилой двор. Сарайчики туда стояли, я с улицы Ботанической сегодня, это проспект Гагарина отделялась каменным забором. Улица Сигетская начала образовываться только лишь в начале 60-х годов 20-го века. Тогда же и упразднили весь этот двор и проложили далее дорогу. То есть канатная сегодня, как я уже сказал, перетекает плавно в Сигетскую. Вот такой вот был интересный момент. Но теперь давайте посмотрим, это у нас будет изюминка в конце программы, что было по нечетной стороне перед Коганкой. Еще очень важно понимать, что в те времена, когда дорога здесь заканчивалась, и канатная улица, то объехать можно было туда далее. С левой стороны вот здесь идет поворот дороги вдоль железнодорожных и через железнодорожные пути, тогда здесь паровой травматчик идет. И с правой стороны, то есть вокруг Коганки. И вот на этом самом месте, между проезжей частью и между рельсами на всей этой территории, в 1900 году на деньги Василия Васильевича Навродского, это был создатель и хозяин знаменитой газеты «Одесский листок», и на пожертвование добрых одесситов было построено потрясающе красивое здание. Архитектор Семен Ландесман. И вот сейчас речь пойдет об этом здании. Предназначалось оно в первую очередь для престарелых и нуждающихся работников одесского листка, вышедших на пенсию. Во-вторых, были здесь еще места и для прочих престарелых работников прессы. Также с момента постройки и до 1911 года тут базировалось городское начальное училище номер 88 имени Александра Сергеевича Пушкина, память которого чествовала вся Россия по поводу столетия со дня рождения поэта. Здесь бесплатно обучались 40 детей обоего пола. Плюс тут находилась библиотека. В народной аудитории, рассчитанной на 600 человек, устраивались спектакли и лекции для рабочих и нижних чинов Одесского гарнизона по воскресным и праздничным дням. И еще один любопытный факт. Председателем правления убежища труженика в печати был никто иной, как профессор-историк Евгений Щепкин. Тот самый, в честь которого улицу Елисаветинскую переименовали в советские времена. И вот по некоторым данным, именно в том доме 12 ноября 1920 года он умер от холода, недоедания и переутомления. Тут очень важно понимать, что по определенным причинам, долго все объяснять, но с 1908 года у городской думы, между городской думой и вот этим обществом с помощью существования литераторам возникли серьезные разногласия на финансовой почве. Поэтому город прекратил все денежные вливания, все субсидии в это здание. Поэтому оно пребывало в крайне плачевном состоянии, требовался ремонт, было холодно, школа отсюда переехала, не работала библиотека. Но история исчезновения отсюда всей этой красоты весьма туманна. Сколько ни пытался узнавать, никто не помнит и не знает, куда исчезло и когда здание. Смотрите, что получается. В адресных справочниках середины 1900-х годов здание уже не значится. Но на картах, планах и в справочниках конца 1910-х и 1920-х годов оно есть. Одни источники утверждают, что оно не дожило и до войны, и где-то в 1930-х годах было разобрано. Почему, опять же, как неизвестно. Другие источники утверждают, что оно исчезло где-то в 50-х годах 20-го века, когда потихонечку начали обустраивать продолжение улицы Канатной и начало Сегетской. Ну, как обычно, правда, где-то посередине, пока ищем. Ну и, в общем-то, почти все на сегодня, друзья. Давайте будем закругляться. До 1820 года улица не имела названия, но с этого времени она официально именуется Канатная. В честь двух мощных канатных заводов, о которых вы уже знаете, и где они находились тоже. Улица в те времена была значительно короче и тянулась только до Старпортофранковской улицы, которая позже трансформировалась в итальянский бульвар. С 1902 года она продлевается до второй станции парового трамвая. Она же Ботаническая улица, сегодня проспект Гагарина. С 1909 года впервые происходит переименование Канатной. Теперь она Полтавской победы, соответственно, в честь 200-летия той великой битвы. С приходом новой власти в стране в 1920 году улица меняет свое название на Свердлова. В честь Якова Михайловича Свердлова, серьезного такого большевика и председателя в ЦИК РСФСР. И, наконец, с 1994 года и по сей день. Это старинная, прекрасная, но уже довольно уставшая канатная улица. В романе «Ильфы и Петрова. Золотой теленок» есть потрясающая подробность, на которую вряд ли кто-то обращал особое внимание. А именно, происходило это в Одессе. Так вот, в юности будущий миллионер Корейко очень страстно мечтал найти бумажник с деньгами. И так часто об этом мечтал, так часто об этом думал, что абсолютно точно знал, где это произойдет. А именно на улице Полтавской победы. На улицу Полтавской победы Саша приходил каждый день, но бумажника не было. Давайте же, дорогие друзья, не надеяться на какие-то найденные суммы, найденные бумажники, а зарабатывать сообразно своим знанием и предприимчивости, и помогать нашему городу выглядеть лучше, а нашим улицам бодрее и уютнее. Все на сегодня. Спасибо большое канатной улице. Я говорю, до новых встреч вам на новой старой улице города программе «Где идем». Пока. Субтитры подогнал «Симон» У меня такое ощущение, что меня кто-то снимает. Нет, я домой пошел. Поехали.